Геннадий Тихонович, вот у жизни человека бывают такие моменты, когда ему по душе хочется одного, а вот обстоятельства призывают к тебе, принимать еще другие решения, которые, скажем так, не хотелось бы принимать. Вот у меня, например, есть необходимость, ну, душа желает пребывать здесь, как можно дольше и больше. Но с другой стороны, есть у меня родственник, который живет на Урале и который приглашает к себе. И он обижается и может обидеться, что если я ему не уделю внимания, как бы он хотел видеть. Вот как в этой ситуации поступить? Душа хочет здесь пребывать, а мирской человек призывает к себе. Ну, там поможет что-то сделать, все-таки родственники как-никак давно не виделись. Вот как человеку выходить из этого положения? Вот так, чтобы было Богу угодно. Не тебе самому, кому, которому нравится здесь пребывать, не идти на поводу у другого человека, который призывает к себе приехать. Вот такая ситуация случилась. Как ее разрешать во свете Библии? Именно так, чтобы было Богу угодно, а не той или другой стороне. Не мне, или там моему родственнику. Есть такие слова, говорят, здравомысля, нерассудительность, нереши меня. Вот их и включи. У меня бесплатный проезд в любой КАЭС России. До Калининграда, Владивостока. Каждый год. Как репрессированному, реабилитированному, политзаключенному. С 92-го года у меня справка, вот считай уже сколько, с 92-го года, 25 лет, 25, и я ни разу никуда не ездил. Я же когда на машине, все-таки больше, и мне нужды не поплыли. К родственнику у меня везде большая стена, я никому ни разу не ездил поедать. А зачем? Сестра у меня в этом, она живет сейчас здесь, Валентина Тихоновна. Она жила в Новосибирске. И вот, я сына в армию провожаю, приезжаю. Я еще поеду, его заберут и без меня. Дочь выдаю замуж. Да пусть она выходит без меня. А она тогда, чтобы меня вызвать, она там с соседками говорила и хотела, чтобы они послушали. Она говорит, ну знаешь, что я договорилась со школой, где дети мои учились и учатся. И там вам предоставят слово обойти всю школу. В один класс, два, три класса заводят. Я перехожу через коридор или рядом, опять два, три класса. И так за неделю я проходил всю школу. Ну, а там вопрос, я тут же собираюсь и еду. В этот же день. То есть, необходимость. А, нет, необходимость. Вот я смотрю на наши сейчас здесь. Едут в Ростсерехов. А зачем? Да давно не было. И каждый год. У нас батюшка едет в Россию. Зачем? Каждый год одно и то же. В 20 с лишним лет, ну сколько уже, 27-й год. И каждый раз туда едет. Сначала туда, а потом по монастырям. Ну ты тоже ездишь. Еще себе сравнил. Я еду с грузом. Еду вместе. Мы два человека и шофер. Мы едем по благословению, по нужде, которая разлита по всей стране. Вы ничего не делайте. Я за вами, окаянами, должен быть. Знать, если бы успел. Ян Проштатский. Вот. И поэтому ездить я никогда не ездил. Меня спрашивают. Я решил поехать. Зачем? Ну там мама больная. Она сказала, нам дома от нас подпишет. Я говорю, Света, не езди. Ничего там нет. Я конкретно помолился на деньги издать и на верном распрещении. Люди и дети у меня находятся в лагере. Вы ребятишек можете прислать туда? Зачем? Да мы решили к своим съездить в Казахстан. Зачем? Такие деньги. Неверующие. Зашел. Здравствуйте. Обнялись, поцеловались, победили. Все делать больше нечего. Они чужие. Неверующие. Дети неверующие не могут любить. Они могут быть расположены к ним. Нет, мы решили. А я их бесплатно держу. Бесплатно. Каждый год. Не двоих, не троих, а четверо. Из года в год держу. Я говорю, если только вы поедете, то в следующий раз у меня будете платить. То вы идете куда-то в Министерство путей сообщения, несете деньги. Да лучше меня дадите. Я разберусь с ними. Так и получилось. Я их начинаю давить. Они говорят, да мы не поехали. Не поехали. Дети сыграли эту роль. Так что тут надо смотреть. Тебе надо заехать. Зачем? У меня сестра отступница. Ну, можно было съездить. Там что-то взвала. И наконец-то она говорит, у меня нет молитвослова и крестика. А их из Миноборска. Я уже там на следующий день. Но с таким не есть, не пить вместе. Я ее вызываю в сарай. И в сарай все передаю. А она там, ну пожалуйста, ну останься. Мужа нет сейчас, вот тут другое. Пообедай. Никаких. Я уже поехал. Все. Я вижу, я тут не нужно. И поэтому родственник, вот это вот надо заехать, помочь. А без тебя они никто не сделают? Нет, тогда надо поехать. Надо. Допустим, ты печенник. Им хочется сделать печь такой конструкции, которую они знают. И это никто не делает, кроме вас. А они говорят, да они заплатят за дорогу. Я говорю, что? Что это меняет-то? Деньги не наши. За чужие счеты пакости делать не пойдет. Ну вот так. Ехать или не ехать зависит от нужды. Об этом надо помолиться. Я не ел, а за всю жизнь не ездил, что вы просто так. И еду, у меня цель благовестника. А то я миссионер. Понятно? Да. Вопросов? Есть еще один вопрос такого порядка. Отношение православного христианина к своим знакомым, которые стали потом язычниками. Вот у меня был товарищ. Мы с ним были в одном дельтаглубе. Он меня учил еще летать на дельтаплане. Но потом он уволился с шашкой, где у нас этот клуб был. Уехал в Мариуполь, приглашаясь к себе. И стал исповедовать даже сварога, даже бога, язычника. Язычного бога. Себя в облагороде поставил даже этого идола с четырех главного, который смотрит на все четыре стороны. И иногда приглашает своего знакомого, какого-то язычника, делать эти мессы. Но я, как православный христиан, наоборот, призываю его тому, чтобы он знал имя Христа. Он его не отрицает, он его признает. Я не знаю, что есть такой Иисус Христос, я уважаю его. И в то же время остается быть язычником. Вот вы сейчас сказали, что с некоторыми людьми нельзя ни пить, ни есть, если они безбожники. А вот в данной ситуации тоже нужно себя так вести. То есть не приходить туда вообще-то террорически, если человек, так сказать, не прислушивается к голосу Божьему Слову. Ну понимаете, как врачи говорят, индивидуально. Вроде в общий лицепт тест она посмотрела, так у вас еще, говорит, болячки две. Оказывается, печень больная. А до этого она назначила мне медовая, горячая, там аппликаторы насывает, как прицеплять там, натираться в больных. Когда узнала, вам будет противопоказано. Это редкая болезнь, которую мед не принимают. Ну вот и все, более подробное рассмотрение показало. Так и здесь. Более подробно рассмотреть, внимательно, нужно это или не нужно, как по Слову Божию. Шарам Янин пришел, вот в субботу я слышал от вас, что нельзя посетиться. А почему? Какой канун? Я говорю, это есть канун. А где? Я говорю, книги правил. Ну а какое? Я говорю, да возьми и посмотри. А он говорит, да ха нету. Ну я говорю, книги правила, она продается в церковной лавке. А я считал, это закрытая книга. То есть он так считал. Зачем считать? В интернете она есть, у меня она считанная есть. Бери ее и считай. И так по каждому вопросу. Как сказано в Библии. И есть там об этом хотя бы, хотя бы немножко, хотя бы что-то. Тогда разговаривать можно. А когда ничего нету? Я говорю, так, ты понял, книжку можно купить и по ней тогда ты ищи там по оглавлению и правила выпишешь себе. Я отстал кое-как. Ну я знаю, что он искать не будет, покупать не будет, а будет долбиться ко мне. Ну я хвоззай, думаю, книга есть, и посмотрел, расширил. Расширил знания свои. Я гляжу на тополя, какие красивые, желтые. А вот если где-то там, на той стороне, там осиники, осино-красные, как свеча горит. Правда не все, а отдельные и отдельные. Ну все, все. Так, ладно, во славу Божию. Аминь. Аминь. Аминь.